Всем привет, с вами Марк Маркул, и это мой новый блог, вам так понравились мои видяхи, видяхи рэпера на ютубе, это же всегда интересно, и вы просили еще Маркул, еще, давай еще наваливай рэпчика нам на ютик, и я решил, что если вам это нравится, я вам это дам, что я вам дам сегодня, результаты баттла Оксимирон против Дизастер, да, он уже прошел в Москве, в отличие от США, плюс 9 и минус 5, если считать от Москвы по Гринвичу, по американскому океанскому времени, получается, что баттл уже прошел, вы спросите Маркул, а где это? Ты находишься, ты что, в США на баттле? Нет, ребят, я не в LA, я в Киев, я в Красноярске нахожусь, у меня здесь сегодня канцер, поэтому в Америку я не попал, согласитесь, баттлов таких, как Мирон Дизастер, будет еще миллиард, а концерт в Красноярске, может, даже, может, последний мой в жизни концерт, в общем, ситуация следующая, я помирился с Мироном, да, я наехал на него в том ролике про Фата Моргана, но мы связались, и Мирон, в конце концов, я благодаря нему сейчас нахожусь в этом Красноярском сквоте, легендарно, именно благодаря нему я здесь, у меня концерты, букинг, продвижение, и я решил, что надо быть благодарным за это, поэтому мы с Оксимироном поладили, и у меня есть текст, текст Оксимирона на баттл, он читал мне его прямо в лицо, ну, знаете, что, максимальной визуализации достичь, он орал мне в лицо, как будет орать Дизастеру, этот текст, и я видел эти панчи Мирона и слышал, я смотрел его в горящие глаза, и на некоторых панчах, ребята, у меня прям дрожь, меня вырубало прям, я очухивался, и Окси дальше мне читал, я такой, это был сейчас панч, я подумал, что мне выстрелили в мать его чертову башку, и мир рэпа при этом, он узкий, и знаете, к чему это привело? К тому, что у меня есть и текст Дизастера, Дизастера, ребята из ЛА, мои русские полу-немецкие коллеги, скинули мне текст Дизастера, я его прочитал, и вот примерно с таким лицом стоял, после прочтения, типа, вот, это моя рожа была, вы спросите меня, а как же тебе текст Дизастера, ребята, я самый объективный рэпер на свете, я никогда ни на кого не залупался, никаких бифов, диссов, поэтому я смотрю на то, что вижу, а вижу я в тексте Дизастера, ну, какие-то неумелые шутки, российские, российские, а не российские, он все-таки, блядь, ливанец, вот эти попытки пошутить, задеть как-то, мама, папа, там, блядь, ты чмо и прочее, но, ну, ну, он как клоун выглядит в этом тексте, я, я вот, я, вот, как клоун выглядит в этом тексте, я понимаю, что это все, это, может, конечно, в финальной версии что-то поправят, и не будет он как клоун выглядеть, но вот это просто клоун. В итоге у меня есть оба текста, да, у обоих исполнителей батла века, я мог бы их слить и выдать вам за бесплатно, но я этого делать не буду, потому что я не крыса, я не крысеныш. Короче, по моим прогнозам, учитывая то, что я знаю оба текста, скорее всего, Мирон, 99% он победил на этом батле, я сейчас в Красноярске, у меня прямой связи нет, но я свяжусь, Мирон выиграл, короче, пацаны, наверное, по-моему, 100% Мирон выиграл, если судьи только не будут не куплены. А интересная история про судей, этот батл должен был судить Гибонская гадюка. Габонская. Блядь, тогда Габонская, спасибо за Кирк. Да не за что, его прям Оксимирон поставил условие, чтобы был один судья из России, естественно, выбор пал на Габонскую гадюку Дмитрия Егорова, и он сказал, да, я приеду со своей кружкой, чая к вам, но у него потом какие-то обстоятельства. В итоге судят какие-то чмошники из LA, из Kingdom United, American States, Goldman. Чё по итогу, Окси вынес дизастер, и я рад об этом сообщить, Мирон возвращается, может быть, моя встряска дала ему стимул продолжать двигаться дальше. Со мной мой директор, Закир, мы сегодня раскачаем нахуй этот клуб в Красноярске. Да. Ну вот и всё, ещё у меня, Маркул, есть телеграм-канал, он называется, ну, во-первых, но это конспирация только для самых преданных фанов, когда там всё, там концерты, букинг, клипы, вообще, инфа от меня, я пишу какие-то, строчки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на меня, Маркула, подписывайтесь на моего директора, Закира, будьте вместе с нами, следите за нашими новыми блогами, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, и я буду рассказывать вам про Оксимирона больше инфы, буду сливать всё нахуй, всем пока. Я поднимаю деньги лишь теперь, но с ними дольше века длится день.